Сейчас я вам все покажу. В принципе, в рот желающих в каждой мастерской мы даем возможность поучаствовать. Особенно, если детские группы небольшие, то это ручная лепка. Потому что, когда детки немножко дотронутся, они ничего не поделают. И когда гостям из свадьбы нечего делать, они и для хорошей фотосессии. Они проходят финансовые стратегии. Мы проводим такие шутерные испытания для невесты в нескольких качествах. Для одних там в деньгах. На выходе их посуды. Специально для них они расписывают. Ну, какие-то такие элементы используют. То есть, старчество. Мы показываем такой пункт, который находится в лонду под старфеканью. И теперь у нас можно все, конечно, как его обрабатывать. Осенью, в октябре чаще всего, октябрь по-белорусски костричник. Вот, есть связь с этим. Дальше, помятый лед. Значит, уже помятый волокно. Из него все-таки остаются немножко костра. Поэтому прикладывали к доске и выбивали костром вот таким трепало. Видите, тут все пыльно. Трепало было или мечуподобное, или языкоподобное. И оно очень быстро ходило, вот когда трепали лед. И поэтому в шутку был бы тунов. Те, кто много говорит и не нужно, в Беларуси называют трепло. То есть, этим логически, конечно, оно где-то с этим связано. После трепания лед становится таким волокнистым, длинным, шелковистым льном. Как волосы, да? Все об этом, особенно дети, грубо говоря, как волосы. Поэтому легко запомнить, что дальше такой лен чесали. Чесали вот такими древними. Чуть позже уже появились металлы. И поэтому использовали широко металл. Тоже набивали чаще и гуще. И тогда чесали лен, но не так, как волосы. Наоборот, его вот таким образом углатили, да? Как бы взбивали. И такой лен назывался куделя. Сегодня вернулось слово в определении родни, говорят родственник покудели, свояк покудели. Значит, это по женской линии, значит. Почему? Потому что женщины в основном все время проводили за прялкой. Когда прялки... Сюда надо обязательно садиться, потому что на этом завязаны. Значит, привязывали к прялке куделю. И с помощью веретина, а уже пол уже, вот с помощью такого коловорота, его называют, тянули прядь кудели. Все время подслинивали пальчики для того, чтобы нитка, значит, получалась. Веретиной использовалась как катушка, на которой накручивается нитка. А я так делала раньше. Здорово. Да, у нас была такая прялка. Ну, сейчас... Люба, что ты только не делала? Да. У нас чау-чау было, и мама тоже шерсть вычесывали, вот и ниточки пряли. Не хотите вспомнить? Наверное, уже не вспомню. Ну, вот девушки очень много времени, конечно, проводили при обработке льна. У них от работы, вот, да, прямо на пальчиках были канавки такие, потому что, ну, очень... Такая работа монотонная, для того, чтобы слюна выделялась. Кислые ягодки кушали побольше. Вот. После того, как все сделали, получалась вот такая ниточка. Вот льняная нитка. Ну, причем считается, что льняная нитка, качество зависело от сырья, потому что все уже умели, были наловчившись, тоненькие шли для основы, для качества тонких тканей, для более таких половиков, мешковины, делали более толстую основу. Значит, потом для основы вот такой формы были... Сновницы их называли. Их ставили в доме от потолка до пола, и вот так наматывали нитки. Центральная Белоруссия чаще просто дом в деревне находили, у кого самая длинная стена. В одну, значит, стену, в другую забивали там колочки такие, и наматывали нитку. Где-то тысяча ниток нужна для основы. Сплетали основу в косички, откладывали, а потом уже красили нитки для основы. И опять-таки красили растениями, нитки были не очень удачные по цвету чаще всего. И когда появились вот искусственные красители, то, конечно, все стало намного живее и ярче. Но опять-таки, Центральная Белоруссия, как я уже говорила, она сохранила вот такую очень сдержанную палитру. Где-то из нее дома вносили тканские останки. Их называют кровьми. Вот сюда наматывали основу над ногой. Допустим, для ручника здесь больше чем 800 метров. Широко очень не сделаешь, потому что все равно рукой надо пробросить челнок и поймать его. Узор в данном случае на четырех ремисках основывается. Могло вот этих ремисок быть до 12. Значит, сколько здесь нитов, столько внизу поножей. И когда узор заправлен, вот в каждой глазке там заправлена одна только ниточка. И вот в этой заправке происходит создание узора. А потом уже основываясь на том, что туда заложено, мастерица знает, как ходить по поножах. То есть очередность наступания. Но обычно их делали все равно попарно. И уточная нитка пробрасывается в зерк, который там образуется. За каждым разом она прижимается. Вот это получается у нас. Все легко и просто. Каждая девушка с того времени, когда ногами уже вставала от скамейки до поножей, и начинала ткать учиться. Сегодня наши ученицы, которые приходят к нашей мастерице, наша мастерика Мария Аксаверевна, она с детства ткала. Потом у нас на заводе художественной керамики был цех надомников, она была мастером. То есть ткать умели очень многие. Но вот сделать заправку, вот это более сложная вера, которая не всегда у всех получалась. Поэтому она вот этим и занималась. Традиционно в Беларуси на свадьбах Каждая девушка должна была принести в сундук, в дом жениха. Сначала надо было, в первый, там, второй день основном происходило это действие, когда выдерживали все работы, показывали, что у нее в этом сундуке есть. Насколько она богатая, настолько умелая. Был определенный набор. Статички, вот их обученные называли, ручники разнообразные, одежда. Показать столько всего. Ну и так надо было еще подружиться со всем, что было в доме и в хозяйстве. Поэтому надо было очень много пояса использовать. Пояс надо было не завязать за колодец. Пояс, ну, то есть, как бы дать дар такой, чтобы тебя приняли в этот дом. Пояс завязать на крею. Завязать, если не поясами, там, все гостей от дарить много было. Поэтому, конечно, вот именно с вами был ритуал, он будет более всего насыщен различными устами. Ну, вот пока ты можешь, но очень многие, очень многие, знаете, что-то передавалось от бабушек, от мамы, что-то передавалось, что-то сами делали. И считалось, что самый большой сезон принесла, что самая богатая, ну, богатая, да. Вот так НАТО было людей, земли было.